Добрый день, уважаемые наши зрители! Вы снова в нашей студии, и сегодня мы знакомимся с нами, очаровательная Полина. Она приехала своим сыном из Минска, и мы сейчас поговорим, обсудим определенные моменты, познакомимся. Да? Да. Вот, Полиночка, скажи, пожалуйста, что вот о себе немножечко, о том, что произошло, что вот с ребенком, когда это выяснилось, какие вот первые ощущения от того, что ты вот узнала, что ребенок не совсем обычный? Ну, начнем с того, что моему ребенку 2 года и 10 месяцев. Вот, об этом я начала догадываться уже ближе к 2 годам. До этого я даже... До этого все было нормально, или просто не обращала внимание? Было не нормально, но так как у меня ребенок первый, у меня нет опыта с детьми, я не обращала на это внимания. Думаю, ну ребенок и ребенок заговорит попозже. Так он у меня нормальный. Не обращала внимания, что оказывается он мне не смотрит в глаза. Это заметила мама и папа мои, то есть дедушка и бабушка. Они мне сказали, Полина, ну ты уже в год говорила и мама, и папа, и показывала пальцем, интересовалась чем-то. А у меня ребенок сидел, мог часами сидеть пирамиды составлять в своем каком-то мире. Я как-то не зацикливалась, почему? Потому что я в детстве такая же практически была. Вот, любила одна побыть. Ну, не любила я детей, не любила с ними играться. Мне нравился тоже свой мир. Вот у меня была куколка, вот я шила ей там одежду. И не трогайте меня. Как бы я думала, что это генетика, ничего больше. Ну, чтобы, дабы, успокоить моих родителей, потому что они настаивали, спасибо за это. Вот, и я пошла по врачам. И да, у нас есть такой центр в Минске, центр раннего вмешательства, он таким назывался. Сейчас уже его нету. Вмешательство? Да, у нас есть центр раннего вмешательства до трех лет. После трех лет уже до свидания. Можно не вмешиваться. Да, можно не вмешиваться, то есть. И вот мы туда пошли. И, как помню, съехала прямо вот. Потому что я читаю, там стенд такой большой висел. И я читаю признаки аутизма. Я вообще не думала, что такое аутизм до этого. Читаю признаки. И все пункты совпадают. Крутят колесики в машине, там заставляют парамиды, пальцы не показывают, глаза не смотрят. Все сошлось, и все. И я покатилась по стелочке. Ну, как бы, так как ему было всего лишь два года, ну, может, два года и два месяца, вот, у нас не ставят диагноз в Минске. То есть ждут трех лет, а потом уже остаются комиссии. И все говорят, а почему раньше не пришли? Ну, так смешно. Смешно у нас получается в Минске, вот так вот у нас получается неправильно. Ну, тем не менее, ну, что нам предложили? Занятия. Какие занятия государство может предложить? Два раза в неделю. По 40 минут. Ну, вот. Я как бы опешила. Начала в интернете, что у нас интернет-помощник. Что это? С чем это едят? Лечится? Это не лечится. Руки трясутся. Месяц там, волосы дыбом. Ну, что мы сделали? Энцефалограмму сделали. Сидит врач. Я у нее и задаю вопрос, а можно выявить аутизм по энцефалограмме? На что мне женщина в белом халате сказала, да, конечно. Сказала, у вас своего ребенка? Все хорошо, чего вы вообще сюда пришли? Я булки расслабила. Ну, все, у меня ребенок не аутист. Все показано энцефалограмме. Все прекрасно. И все. И получается три месяца выкинутые. Потому что вот такой вот попался врач, который уверил нас с мамой. Мы с мамой были. Всегда хочется верить в то, что лучше. Да, да. Ну и дальше. Вот как бы все-таки поняли, что что-то не так. Меня всегда интересует вопрос, как вы нашли наш центр, как вы нашли Давида, что вас привело? Ну, во-первых, кто ищет, всегда найдет. Я верила, что все равно что-то должно быть. Должно быть какое-то чудо. Это прекрасно. То есть говорили, что не лечится, да? Все говорили, да, что с помощью только биотерапии можно его как бы отрессировать, как собачку. Да, скорректировать. То есть я ходила, да, я нашла центр, начали ходить. Но мне жутко не нравился этот подход. Ой, дайте конфетку, как собачки где-то. Я говорю, мой сын не будет так делать. Если вы хотите похвалить, просто скажите, молодец. Но не надо вот это вот пихать в рот. Он у меня не голодный, он нормально все. В принципе, он и не соглашался. Как бы там дай-дай, вот чтобы у него были жесты, там, ну вот эта вот трассировка. И я знаю, что мне не хочется туда идти. А вроде надо. А сердце-то, ну, не соврет. Я понимаю, что у моего ребенка не эти проблемы. У него что-то мешает. Ну, я чувствую, что ему надо просто помочь. Так-то он у меня не глупый, абсолютно не глупый. У него интеллект даже, наверное, выше, чем мой. Он все знает, где что лежит, как к чему добраться, подобраться и так далее. И все, я ночами, я просто не спала. Я искала, искала, искала. Должен быть выход, должен быть выход. И вот наш выход. Вот, первое, на кого я наткнулась, это на отца Ахана. Вот. Он там говорил, что вот это чудо. Давид-центр. Я сразу на Давид-центр и пошла, поехала смотреть Юсефу. Я Юсефу увидела, я не могу понять. То ли это арабские эмираты, то ли что, платок. Думаю, боже, может там это самое колдует. Испугалась. Но потом, когда я начала уже дальше в процессе слушать ее, это настолько умный человек, я очень люблю умных людей. Я сразу их вижу, мне с ними приятно общаться, видеть и слушать. То есть у нее настолько, и видно, что человек не читает там, да, вот, ну, дорожки вот эти вот. То есть у нее уже, ну, где-то пометки какие-то есть, но все корректно, все правильно. То есть человек настолько умный, что приятно слушать. И правильные вещи, правильные. То есть начали, как бы, общение с медитацией, как я понял, да? Я начала общение, то, что я не задумываясь просто, нажала на купить, как говорится, билет в рай. Я нажала, что я хочу ехать. Вот, и там было там, как бы... А были какие-то дистанционные сеансы? Вот, я с этого, я нажала, и на следующий день я позвонила Анастасия, вот, которая долго со мной мурыжилась. Я же Фома неверующая. Она со мной напилась, как говорится, и наелась. Но в итоге я, конечно же, позвонила, и вам досталось, да. Я Давиду позвонила, и я о чем не пожалела. Как, с истечением какого времени, я позвонила, ой, я написала, можно ли с вами поговорить, и он тут же ответил. Мне повезло, и мы созвонились очень быстро. И? Ну, еще один колдун. Ну, пообщались, вроде бы, ну, человек и человек пообщались, и пообщались. Я же сижу, жду результата, что будет. И что в результате? И чего будет? Хорошо, я пошла чистить зубы, ребенок пошел и посмотрел, он захотел со мной почистить зубы. Я там чуть всего мрак не упала. Первый раз? Да, он боится щетки зубной, а он пошел, я пошла чистить зубы утром, и он идет, смотрит мне в рот. Типа, чисти мне ее, я взяла, хорошо, на. Он берет щетку, конечно, он не умеет. Я ему почистила все, без криков, без ничего. Конечно, потом это куда-то делось, но сам факт, что какое-то вот проявление было. Причем просто поговорили, как я понимаю, да? Просто поговорили, просто. У нас не было никакого чего-то там. И, исходя из этого, ну, как я понимаю, начались сеансы дальше, да? И вот, когда ты поняла, что надо ехать? И надо ли вообще ехать? Да, мне не оставалось другого выхода. От безысходности. Я знала, что я поеду. Я знала, что я любыми путями найду и средства, и возможности, и так далее. Потому что я людей видела, вы понимаете, живых людей. Полина, у меня вот такой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот при моменте общения с Давидом, вот этот период, когда был, то есть, ну, какие-то изменения у ребенка, понятно. А менялось ли что-то у тебя самой? Да. Я поняла, что я больнее, наверное, чем мой ребенок. А до этого считалась абсолютно здоровой. Я не обращала внимания, что я нездоровая. Я просто, мне на это не было ни времени, ни желания. Я хотела просто вытащить сына, не понимая того, что сама уже утонула, можно сказать. То есть, я хотела вытащить ребенка, тонувшая сама. Да, вот здесь чуть подробнее. Что стало в тебе меняться? И надо ли вообще перемены в родителях? Потому что довольно часто слышу такое мнение, что что вы к родителям пристаете, почему здесь родители, проблемы в ребенке, а нас как бы вот оставьте в покое. Это вот потом, это не важно. Вот, как я понимаю, ты тоже так думала. Да, я тоже так думала. А вот что поменялось? Какие взгляды пришли? И когда пришло осознание, что все-таки, ну, скажем так, если не начинать с себя, то одномоментно себя тоже вытаскивать? Вы поймите, что когда... Это вот, чтобы там поняли. Да, чтобы это, во-первых, понять, надо через это пройти. Если ты собираешься спасать ребенка, да, ты должна на это быть физически подготовлена. И физически, и морально. И тогда только ты можешь что-то сделать. Но когда ты уже хромая, косая, подбитая лошадь, которой нету сил даже саму себя спасти, а какой может быть речи спасти ребенка? И вот, чтобы тебе вот менялось, то есть, как бы, значимость понятна. Менялось, по-тихому она менялась. Вот, ну, не секрет, что ты можешь, как бы, ну, какие-то моменты, как иллюстрация того, что произошло. Ну, хорошо, менялось в том, что я поменяла свое отношение к ребенку, благодаря Давиду. А именно? Именно с помощью люлей, да, с помощью, я все время его гладила, жалела, вот такой у меня больной, у тебя что-то там же беспокоит. А попробую я крикнуть, а попробую я ляснуть, не-не-не, он же у меня... Да, вот термин такой понравился нам в попу дуть ему, чтобы он был такой. Раздуло уже так, что надо такая иголка шила, такое, прям, чтобы лопнуло все, чтобы надуло. Не надо, чтобы лопнуло, надо было надувать. Надо было не надувать просто, да. То есть, ребенок превращается в надутый воздушный шарик, он, соответственно... Ну, он превращается просто в обезьяну, можно сказать, не в человека. То есть, этим баловством я ращу не ребенка, а просто какую-то макаку. А как тебе понравилось, какой человек в нем проявился, когда это... Ну, сейчас, сейчас, мы к этому поведем. Ну, вот ты это поняла, и ты это изменила, и что произошло? Ну, человек хотя бы начал меня уважать. Я уже вижу, что меня маленький ребенок видит. Вот, человек, это о ком речь-то? О моем стекле, о моем сыночке. Вот. То есть, впервые, вот, сейчас я здесь остановлюсь. Впервые по отношению к ребенку прозвучало слово человек. Как я понимаю, до этого, вот, периода, когда ты это поняла, это слово вообще не звучало. Звучало ребенок, звучало Сюси Пузи, звучало там... Да, он же маленький, Бусь Пузи. Да, 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 как угодно. А вот слово человек, оно вообще в том лексиконе появилось вот сравнительно недавно, да? Да вы что? Вы не видели взгляд? Вот, я такой вот... У меня чувство восторга было, что ребенок на меня уважительно посмотрел. Оказывается, я не такая уже, что можно по мне ходить и ноги вытирать. Нет. Прям такой взгляд, я его никогда не забуду. Он не ходил и вытирал с твоей подачи. Да, 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 да. Ну, сейчас уже где залезет, как говорится, так и слезет, и это... Во, вообще не знаю, как описать. Просто, действительно, человек. И теперь, Полин, вот ты приняла решение приехать. Я знаю, что это далось достаточно тяжело, достаточно трудно. И вот, как бы, все-таки где-то в глубине души наверняка была мысль, а что будет, а вот стоит ли, а где-то, может быть, даже страшно. Вот, и вот ты приехала, вот, преодолев трудности... Да, я правильно говорю? Да. Преодолев трудности, вот ты оказалась на израильской земле, ты пришла в наш центр. Вот первые твои впечатления, это было совсем недавно, несколько... Уже и старые тоже. Нет, да, нет, нет, я сейчас пока о первых. Вот ты перешагнула порог центра, и что? То ожидания оправдались, ты же, вот, как бы, надеялась на что-то, что-то ожидала, и где-то побаивалась. И вот ты здесь. Первый раз открылись двери, и какие впечатления, какие ощущения? Ну, во-первых, сама атмосфера, как вам сказать, ну, конечно, тут сумбур такой был, столько детей разных, разных возрастов, и мамы все такие, ну, добродушные уже, такие встреча... Более тяжелые, да, ну, потому что возраст уже там, да, много, но, тем не менее, там родители уже такие ожившие, вот я чудом смотрела на родителей, у которых уже ребенок постарше, да, и видно, что с ним очень большой труд, что, ну, тяжело, потому что возраст уже, как бы, больше и тяжело, и тем не менее, они уже счастливые. И это действительно, и уже, смотря на этих родителей, ты уже смотришь на его ребенка как на нормального. То есть ты уже, как защита какая-то, ты смотришь вот на родителя, который прекрасно себя чувствует, да, и этот ребенок рядом с ним действительно он нормальный. Хотя, да, если так задуматься, естественно, мы тут все нездоровые приехали. Но, тем не менее, ну, благодаря работе вашей, конечно, конечно, конечно. Ну, и вот, сколько дней? Недели, наверное, нет еще, да, как вы здесь? Неделя и два дня. Неделя и два дня. Ну, вот, какие изменения произошли у ребенка, какие изменения произошли у тебя уже здесь? Ну, во-первых, немножко становятся мои мозги, наверное, туда, куда они, куда-то они вышли, не в ту сторону. Сейчас они обратно потихоньку возвращаются. И ты... Ребенок, ну, меняется, очень меняется. Во-первых, у меня, у него появилась мимика. То есть у нас с лобом проблема задела, получается, вирус. Скажи, пожалуйста, вот важный момент. Не совсем понимают, что происходит. Просто объясни, что происходит просто диагностика, нахождение причин органических и лечения. Знаете, сейчас, сейчас, хорошо. Я, например, вот секрет, там, да, у кого бы не спросила, секрет, что вы тут делаете, да, я до сих пор ни от кого и не добилась. Пока сама не приехала и не узнала. То есть, с первого, я помню, когда я смотрела, ну, людей, которые, ну, по интернету, у меня такое ощущение, что вот, ну, сейчас приеду, а там сидит Давид, такой, ну, там, гоняет эти бусинки, да, и это самое. И жена его, Юсефа, варит зелье такое, да, и типа тут всех поет, и все такие, все таки, нет, тут врачи, тут действительно врачи. Не, мы поем, чаем, кофе. Ну, кофе, чай, да, тоже волшебный. Они добродушные, и в том, ну, под ихней даже улыбкой очень много доброты, наверное, ну, души. Они, я не знаю, как помещаются всем раздарить то, что они дарят, и каждому уделить внимание. И этого хватает, я не знаю. Ну, да, вот, и когда вы приехали, здесь было где-то порядка, ну, 30, может быть, плюс-минус человек. Тут скажут именно, в чем проблема. То есть, поставят диагноз. Не то, что, как я пошла к врачу, мы не знаем. Вот, вернемся к тому, секундочку, к тому, о чем мы, с чего мы начали. А мы начали с того, что, когда все это дело выявилось, и ты пошла по врачам, ну, как бы, вот традиционно официальной медицины, первое, что тебе говорили, тебе говорили, что, ну, вот это есть, потому что это есть, и все. То есть, ни причины, ни диагноза, ни каких-то конкретных рекомендаций, как, идти по какому пути, чтобы понять, что с ребенком за это время что-то было там, ты, так, я понимаю, не получила. Там абсолютно, они, врачи, они совсем разные. Пойдешь к одному врачу, он пропишет анатропы. Пойдешь к другому, он скажет, возраст еще маленький, все у него нормально. Пойдешь к третьему, тот вообще скажет, ну, может это, может то, это мне надо еще проверить, а вы заплатите деньги, а вы сходите туда. То есть, никто не говорит конкретно, что с ребенком. Нет, никто конкретно ничего, никто не сказал, пока я сюда не приехал. Вот, и вот ты приехала сюда, первый день, и, в общем-то, да, практически все специалисты вас, ну, в тени первых двух дней посмотрели. И вот, что, что сказали? Ну, скажем так, можно без, да, про ребенка, про тебя, можно без подробностей, но просто вот... Сказали, что задеты лобовые части, лобовые части, то есть туда не поступает кровь. То есть они, ну... По крайней мере, была высказана причина всех проблем. И я вот, ну, скажем тогда, как представитель все-таки официальной медицины, как врач, я могу совершенно четко сказать, что лечить невозможно до тех пор, пока непонятно, что лечить. То есть пока нет, не вскрыта проблема, которая вызывает все вот это. И с этого мы и начинаем, собственно говоря... Давайте сейчас, секундочку, сделаем перерыв и... Рекламная пауза. Уходим на рекламу. Вы говорите, не переключайтесь, хорошо. Продолжение следует...